здравствуй алексей здрасте дмитрий да уже стала хорошей традиции раз в неделю то куда там уже два раза в неделю созваниваться и обсуждать наши вопросы да твой семинар который мы готовим который будет 16 февраля в субботу называется управление судьбой да и вопросы которые в предыдущем ролике люди пишут они в основном связаны с индивидуальными вещами но мы по большому счету как я понимаю я могу ошибаться да ты ведешь занятия к тому чтобы кроме индивидуальных вопросов управления судьбой перейти к коллективным потому что вообще наш это же коллектив это ну как бы единый организм состоящий из разных людей у подавляющего большинства людей такое чувство что еще советских времен напрочь отбита способность к самоуправлению и самоорганизации то есть как только ты обращаешься к кому-то и говоришь давайте организуем то 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 ты понимаешь что хороших организаторов да по пальцам рук одной руки на дом на город на квартал все пассивные все ждут командира объясни мне со своей точки зрения а почему это так это реально отбивалась то есть не надо вам управлять не надо вам понимать или это просто люди ленивые природы ничего не понимают да на самом деле человек и с одной стороны всегда ленивый с другой стороны никогда не ленивый вопрос что этот человек в этой своей жизни о себе представляет и вообще что он представляет об этой жизни вот если у него правильные заложенные зернышки то эти зернышки прорастают до таких всходы прекрасные что потом ну живешь счастливо в нас же закладывали в последнее время что ты сам себе хозяин смет жизни все умри молодым ну и так далее и получалось что нас тянули в индивидуальность причем в индивидуальность не не такую не созидательную а потребительской разрушительную вот есть такое понятие светлый мир и темный мир то есть божественный мир или пекельный ну или демонически еще называют так по накатанной светлый мир он всегда отдает но там избыток света там всегда тут вот знание держите получаете а демонически пекельный мир всегда потребляет и в нас закладывать как раз вот это потребительское вот не хочется еще потребление там другое слово ворачивать там добавлять и адское потребление вот такое да которая сейчас модно да но все таки вот нас это закладывали и человек уже смотря это по телевизор каких-то там сериалах вот все крутые вот если спасает мир он боевик такой да вот такой крутой весь один один мир спасает если какой-то мозг кто он один мир спасает все вот почему-то в одиночку мир спасает такого чтобы коллектив чтобы весь народ взялся и мир спас и вот нас это вкладывали 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 развивали эгоизм. И вот сейчас плоды такие. Поэтому собираются мужички такие, серьезные уже, с бородами, не просто там откуда-то пришли, уже так вот понимают, что такое борода, что такое ответственность, что такое там семьи. Ну, так вот такие, знаешь, серьезные, такие надуманные. И не могут договориться между собой. А слова-то вроде правильные говорят. Почему? Да потому что тоже так или иначе вот эти последние 20-25 лет в них кладли сам, 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 крутой, крутой. А теперь встретились, вот эта самость из них порвет. Ну, и что дальше делать? А, гонор, гонор, да? У нас на Украине это называется гонор. Ну, да. По-английски это хонор, типа честь. А по-украински это гонор, это самомнение, раздутое непомерное. Ну, да, да. И вот когда, как раз, почему я все начинаю жить без страхов, потому что вот страх, если у человека есть, я просто повторяюсь, кто еще не совсем уловил. Если у человека есть страх, значит, есть тот, кто этот страх возбуждает в человеке, создает условия для его появления. И если есть тот, кто этот страх пробуждает в человеке, значит, есть управитель над этим человеком. И человек всегда подчиняется кому-то, кто этот страх возбуждает. Неважно, это тебе лично подошел, в тебя возбуждает, либо это из телевизора тебе рассказывает про что-то, что случилось там, кого-то там и чего-то замочили, тебя сейчас завтра замочат, сейчас сколько всех сбросов идет. Правильно ли я понимаю, что мужики, которые, из которых прям прет самость-самость, я, я, гонор, у них страх основан на том, что, ну, я же офигенен, да, и вдруг кто-то в какой-то момент решит, что я менее офигенен, почему я ему уступил, а где же твое я, а где же твоя гордость. И вот этот страх выглядеть в глазах других не таким офигенным и делать с людьми злую шутку, что они, в конце концов, даже договориться не могут. Именно так. Вот как раз на первой части мы это и проходили, это изучали, и главное, основа, как от этого уйти. Потому что гордыня – дочь страха. А если есть гордыня, ну, значит, человек ей уже подчинен. И все его действия идут из того, чтобы не ущемили мои права, чтобы мне крутым оказаться, чтобы все посмотрели, как я вот говорю, как я думаю, щеки раздуваю, и вообще, какой я такой. Вот и все отсюда. И когда собираются вот такие люди, которые гордецы, ну, что они между собой договорятся, о чем? Ну, я тебе скажу, что я как человек военный, да, у меня за годы службы и учебы в военном училище вот такое понятие, как смирение, да, ну, я на самом деле, я точно знаю, что я офигенен, да, ну, мне не надо об этом рассказывать, я про это знаю, но я этим не кичусь, потому что меня очень много били еще там с малолетства и на КМБ, и при службе, и я свое место знаю, то есть, я себя не мню, там, маршалами какими-то и так далее, я свое место знаю, то есть, вот это получается, надо еще гармонично свою гордыню держать в рамочках, да, или, ну, это навык, я прекрасно понимаю, что можно так в медные трубы попасть, что ой-ой-ой, то есть, получается, что надо людям давать практики, при которых они со своей гордыней научатся общаться. Смотри-ка, интересная вещь. У нас есть два подхода, решение проблемы страхов, а значит, и все остальное, что под страхами есть. Первый, это просто человеку рассказывать вот то, о чем ты сейчас говоришь, а второе, это просто осознать причину возникновения страха. И когда человек выходит из-под страха, страх переводится только в состояние предохранителя его жизни, вот тогда гордыня уходит сама, и человеку уже ничего больше объяснять не надо. Причем, страхов огромное количество. Если мы начинаем каждый страх за хвост выдергивать, как чертика, и начинаем с ним общаться, его выкидывать, у нас жизни не хватит, чтобы от всех страхов избавиться. Когда мы берем самый главный страх и дернули его, все остальные рушатся. Это все равно, что, знаешь, детская пирамидка, такие вот нацеплены на нее, вытащил ось, и все колечки опали. Вот то же самое здесь. И поэтому вот это основа. Вот если мы так подходим, мы подходим здравомысленно. А если просто вылавлен какой-то страх, ну тогда мы тратим свою жизнь на какие-то определенные условности, ну а другие остаются. Ну не каждый человек, в принципе, сразу или там постепенно с главными страхами совладает. То есть тут все равно все упирается в набранный, ненабранный опыт. Ну это ж надо суметь, это ж надо знать как. Так вот как раз этим-то и мы занимаемся. На первой самой части как раз об этом рассказываем. А потом все остальное выстраивается само собой. А, ну нужно сказать зрителям, что я как человек занятой, я не присутствовал на этом занятии, поэтому я задаю вопросы, которые, ну, типа я белый лист. Ты заходил туда, смотрел все нормально и бежал дальше, делал свои дела, а потом я тебя видел. Да, да, да. Хорошо. Да, несколько раз ты заходил, да. Да, хорошо. И вот смотри, сейчас по поводу практики, слово практики ты произнес. Вот какая проблема. Практика – это что-то практическое, то есть дело не в жизни. Согласен, да? Если мы сейчас начинаем практику давать человеку, который не понимает, для чего он это делает, не понимает суть и основы, в этом случае что мы делаем? Мы даем человеку оружие в руки и все дальше с автоматом или обезьяна с гранатой. В зависимости, какая практика. А вот если мы подходим с точки зрения первичного понимания, кто ты, что у тебя за тело и кому оно на самом деле служит, и самое главное, кто вверху, кто внизу, кто-то должен служить кому-то, а кто-то должен руководить. И это все выстраивается по поконам вселенского бытия. Вот тогда уже на эту основу, как на фундамент, мы можем все практики построить, выстроить и получить состроенное здание. И тогда человек не будет себя разрушать, он будет все делать осознанно и не будет разрушать мир, в котором он находится. А у нас часто наоборот. Садитесь, вот вам практика или идите ко мне, вот вам практика или слушайте, вот вам практики. Лучное отделать, основ нет. Вот я всегда пытаюсь сначала дать основу, а потом говорю, на это вы можете наложить любые практики, которые у вас есть. Совершенно любые. Ну, понятно. Но вообще получается, что вот эти все семинары, которые мы проводим, ты проводишь, они, по большому счету, им бы место в школе, в начальной, в детских садах, ну, понятное дело, в переложении правильном под детей, да? Этому надо учить не в 40 и не в 50, а этому надо учить с детства, ну, для того, чтобы это было эффективно. Ты абсолютно прав. И на самом деле, вот через семинар у нас будет еще одна очень интересная тема, она будет связана уже с варновостью, со славяно-русской варновостью, не восточной индуистской, а с нашей, где будем рассматривать, что такое варновость, есть она или нет, какие ее формы, какие проявления, как она появляется по возрасту, как опыт влияет, как социальная среда влияет, и самое главное, как это теперь применить. Если до этого нам просто рассказывали, что существует вот это в упрощенном формате, и честь им и хвала, кто-то поднимал тему, но сегодня уже пришло время по покону населенского бытия это раскрывать. И вот у нас будет через семинар, вот как раз уже эта тема затронута. И если человек поймет свою варновость, он поймет свое предназначение в жизни. То есть вот то, что мы сейчас делаем из семинара в семинар, мы доходим наконец-то уже до предназначения жизни, и человек, глядя в зеркало, будет понимать, кто он, и что делать в этой жизни. И будет глядя на любого человека, понимаете, кто передо мной, можно ли с ним вот это дело сделать, а может быть не надо, может быть ему стоит учить, а может быть не надо. И вот когда мы рассматриваем с точки зрения славяно-русской варности, у нас есть определенные взросления, варно-прохождение, так называемое, и варно-нахождение, варно-предназначение. И вот там выкладываются интересные моменты. Вот до шести лет ребеночек строит свое тело, а вот с шести до двенадцати он начинает уже этот мир осознавать. Мозги начинают работать, молочные зубы уходят, и он начинает осознавать мир. Ведь с шести-семи лет детей в школу отдают. До двенадцати лет у него еще гормоны особо не играют. Ну там еще плюс один-два года, и начинает играть гормоны. И вот потом он себя уже начинает проявлять. У него идет доложение, закрепление знаний, там уже какие-то физические, высшие, там математики и прочее. Но основа вся вот с шести до двенадцати лет. Если мы этот момент упускаем в жизни ребенка, считайте, что мы получаем частично инвалида на всю жизнь. Поэтому то, что ты сказал, что в школах надо давать, именно так. Вот именно этим и занимались. Ведь совершеннолетие у нас наступало в двенадцать лет у ребенка. Это первый совершеннолетний первый экзамен. А второй уже за восемнадцать. И мужчина двадцать одно лето. Вот эти все пути, они в нашей варновости разложены. И причем они понятно разложены. Они просто так. Ну, знаете, вот так, вот так. Когда можно начинать выбирать? Когда можно быть избранным? Когда можно стать копеном? То есть муж, представляющим свою область? А когда можно стать уже, например, царем? То есть величайшим управителем? Это все там расписано. И объяснимо, почему? Когда детей рожать? Сколько нужно родить детей? И так далее и тому подобное. Ну, мы сейчас затрагиваем с тобой через семинар. А сейчас все-таки, да, как управлять судьбой? Ну, смотри, вот ты начал говорить про 6-12 лет. Я общался с Жоховым и еще с некоторыми педагогами. Они вообще высказывают идею, она мне очень нравится. Что средняя школа должна быть намного плотнее. Методически она должна быть проще. То есть не надо людей перегружать совершенно бессмысленными переписываниями, отчетами, бумажкотворчеством. И тратить на это 10 лет лучших жизней. Причем аж заходить аж в юношеский возраст. Говорят, что до начала 19 века университет начинался с 12-13 лет. Люди шли получать высшее образование. А школа средняя заканчивалась в 12 лет. Именно в период гормонального изменения и полового созревания. По-хорошему получается, что надо создавать информационное поле с тем, чтобы в ближайшие 10-15 лет это быстро не делается. У нас была реформа образования, которая будет далеко не баллонской. А мы вернемся к своим истокам. И наши дети будут идти в 6-7 лет в школу, а в 12 будут ее заканчивать. И будут знать и физику, и химию. И будут знать не только нашу нынешнюю физику и химию, а и ту, которую учили в 19 веке. А университет, научные работы на это дается возраст с 12 до 20. Примерно так, да. Все совпадает. Тут варнула здесь полностью наша славяно-русская варность, которая свойственна нам. Я не говорю про уважаемых каких-то зулусов или еще кого-то. Я говорю про нас. Что нам свойственны. Как раз вот эти варианты взросления, они в нашей славяно-русской варнулисти объяснены, пояснены. И можно понять, почему это происходит. Они просто разговоры. Ой, как бы хорошо. И вот тогда все научные вот эти изыскания, подтвержденные на практике учеными, мужьями, уважаемые мною, они как раз кладутся на это все и все становится на свои места. И именно так, как ты говоришь. Вот до шести лет это мамкин работа, это формирование тела, где папа с мамой для ребенка боги. Вот до шести лет это мамкин уровень. То есть молочные зубы есть, значит, еще молоко сосел, значит, к мамке привязан. Значит, к земле привязан. Это он еще не осмысляет ничего, потому что мозг только достраивается. Там все формируются процессы. С шести, когда зубки выпадают, это признак того, что ребенок готов уже знания. А вот уже с двенадцати, когда наступает общинное совершеннолетие, до примерно восемнадцати, это когда он уже может дополнительно на первичную подготовку, начальную школу, класть уже высшую школу, о чем ты и сказал. И все становится на свои места. Дальше мужчине дается два-три года для того, чтобы он прошел обучение воинскому искусству, чтобы мог защищать себя и окружение. И к двадцати одному лету он может уже вполне создавать семейный союз и продолжать свой род. И переходит он в новую стадию уже. То есть в Варновсе все это есть. И поэтому, когда мы говорим про управление судьбой, то в этом случае мы должны понимать, что управление судьбой у нас есть из прошлых жизней, которое к нам пришло. В этой жизни на генетическом уровне, на уровне мыслительства, на уровне осознания, на уровне божественного, и еще в дальнейшем мы создаем себе управление на несколько лет вперед, исходя опять же из той же самой Варновости. И плюс, может быть, даже на жизнь вперед, если кто верит в загробную жизнь. Понимаешь, то есть здесь все выстраивается, но главное последовательно, чтобы не гнать вперед, не бежать вперед паровоза, и чтобы все было понятно и осмысленно. Вот это очень важно. Последовательность. Хорошо, Грузонова. Ну, есть, что осмыслить. Извини, не хотел. Ну, это наши такие вечерние посиделки, да, накануне нашего семинара, 16-го числа. Хочу сказать, что вся информация будет в подписи к ролику. Алексей Орлов, в 6 часов семинар, два перерыва, два кофебрейка, приглашаю всех. И, в общем-то, спасибо, Леш, за этот вечерний звонок. Между нами километров, так, наверное, с тысячи полторы сейчас, да? Ну, да, но расстояние нас не останавливает. Хорошо. Спасибо большое. Да, благодарю. Быть добру. Давай, до связи.